Отрыв от реальности К этому же понятию можно отнести систему Кадочникова, которую в журнале «Советский войн» еще в советское время журналисты и не знаю какие вот эти пиар-агенты преподносили как уникальную систему, намного сложнее и лучше, чем самбо, чем боевое самбо. И якобы эту систему можно было постичь или через самого Кадочникова, или через его непосредственных учеников. Даже когда-то сняли фильм, он назывался «Стальной гороховый стручок», где якобы приемы вот этой системы, впоследствии получившей название «Система Кадочникова», передавались еще в царской армии по наследству от одного офицера своему сыну, потом от этого сына своему сыну и так далее. Но фильм не принес того ожидаемого эффекта результата, которого хотели получить режиссеры, создатели этого фильма. И сам фильм канул в лету. Так же, как и месье Кадочников, который везде утверждал, что достаточно знать законы биомеханики, достаточно знать анатомию человека, физиологию человека, и вы победите любого противника. И я помню, когда-то читал в одном журнале, вот в этом же журнале «Советский воин», читал статью об этой системе Кадочникова, и там журналист спрашивает, вот скажите, а если сейчас, допустим, на вас тут нападут в узком пространстве, в коридоре, в этом училище, где вы преподаете, сможете ли вы защититься и контратаковать человека? На что Кадочников ответил? Ну, давайте мы будем исходить из реальности. Во-первых, мы с вами находимся в военном училище. Чтобы сюда ворвался человек, который на меня нападет, он обязан пройти через КПП. На КПП его, естественно, не пропустят, потому что для того, чтобы попасть на территорию училища, нужно получить пропуск. Так просто он сюда не попадет. Даже если он пройдет через КПП, то сюда, в это отделение, он точно не попадет, потому что, в общем, начал нести всякую чушь. Якобы, блин, настолько вот он умный, что давайте подходить к этому со стороны действительно реальных событий, а не придумывать какую-то ерунду. То есть он не ответил на вопрос корреспондента «Советский воин», сможет ли он защитить себя и заступиться за этого же корреспондента, если вдруг на них кто-то нападет. Это называется отрывом от реальности. Вот вам еще один пример из моей, скажем так, личной практики. Один из моих знакомых лет 10 назад, он, как вот он утверждал, лет 10 назад сцепился с ментами на Украине. И получилось так, что он понял, этот знакомый понял, что он владеет техникой бесконтактного боя. То есть, когда мент начал от него убегать, он пытался схватить этого человека за шиворот, за его китель, там не знаю, за что, за куртку. Но не удалось ему схватить, и на расстоянии около полутора метров он сделал вот такое вот хватающее движение по воздуху. И этот милиционер просто-напросто споткнулся и упал. И этот человек сказал, что это не что иное, как бесконтактный бой. Я достаточно было включить мою энергетику, мою агрессию против этого нападающего. Я все это скомпоновал в мой хват, и благодаря моей энергетике я завалил этого мента. Теперь мне никакие восточные деморства не нужны. Я знаю бесконтактный бой. Я ему тогда не стал ничего говорить, потому что я не хотел обижать этого человека. Я к нему относился с уважением до поры до времени. Последним, скажем так, последней каплей в наших отношениях с этим человеком стала политическая сторона. Но к этому мы не будем возвращаться. Для этого есть отдельный канал, на котором обсуждается только политика. Между одной, другой, третьей, четвертой стороной. На том канале мы говорим только о политике. Желающие и страждущие, и пытливые умы могут найти этот канал. Многие уже нашли этот канал. И, естественно, подписаны на этот канал и смотрят там все эти видео-выпуски, которые там выходят. А здесь, на этом канале, я о политике не говорю. Я говорю о том, что такое отрыв от реальности. Так вот, этот человек, на данный момент, мне просто понравилось одно его высказывание. Как он сказал, мне достаточно, мне достаточно всего-навсего нанести один точный, ну пускай два удара, чтобы завалить гопника на землю. И он от меня отстанет. Я говорю, стоп, 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 стоп. Ты это сейчас говоришь, опираясь на сегодняшние реалии, на сегодняшнее твое состояние организма, состояние здоровья? Или лет 30 назад, когда ты занимался спортом? Нет, ну конечно, сейчас-то я нет. Сейчас у меня тут проблемы, там проблемы, здесь проблемы. Да я вообще, у меня гиподинамия и весь букет. Говорю, хорошо, а зачем тогда ты говоришь, утверждаешь, что ты сможешь завалить гопника одним ударом? Ты понимаешь, что в таком состоянии, в котором находишься сейчас ты, любой гопник подойдет, чпокнет тебя, и ты сразу обсыпешься. Я, конечно, это понимаю, да, у меня и с сердцем проблемы, у меня почки давным-давно сели. Я ему тогда сказал, понимаешь, твоя проблема, не обижайся, твоя проблема в том, что ты живешь воспоминаниями, как ты когда-то сказал обо мне, ты живешь воспоминаниями о прошлом. Ты считаешь, что то, что было 30-40 лет назад, можно и сегодня применить. Я не спорю, мог бы ты это применить, если бы ты все это время, всю свою жизнь занимался спортом, занимался физическим развитием, не курил, не пил, не хлебал литрами кофе, в конце концов. Что такое? Вот сами подумайте, ребята, сами представьте себе, человек сидит дома и пьет литрами кофе, не выходя из дома вообще. Ну, может быть, полчаса вечером прогуляться, потому что нужно размяться, весь день сидел дома или перед компьютером, или еще как-нибудь что-то делал, но минимум 4-5 литров кофе он за день выпивает, вдумайтесь, 4-5 литров кофе человек выпивает в день. У него избыточный вес, у этого человека. Вы меня извините, но я не могу об этом говорить так вот нормально и закрывать глаза на правду. Если человек утверждает, что он может с одного удара кого-то завалить, пусть он это докажет. И когда я его спрашиваю, ты говоришь сейчас о себе, сегодняшнем, или сейчас ты говоришь о себе 30-летней давности? Ну, да, вот я, это было, конечно, раньше, сейчас-то, сейчас-то нет. Я говорю, вот как раз, когда ты пытаешься что-то сказать, когда ты пытаешься довести до кого-то свою точку зрения, ты исходи из сегодняшних событий, из сегодняшнего твоего физиологического состояния. Если ты можешь это сделать, пожалуйста, не можешь, занимайся спортом, занимайся саморазвитием, чтобы уметь довести на практике то, что ты считаешь правильным в теории. Вот что такое отрыв от реальности. Когда человек, пускай даже когда-то занимавшийся, ну, уже лет 20-30, вообще не подходящий к гантелькам, даже просто для того, чтобы вытереть с них пыль, не занимается вообще никаким видом спорта, но живет мозгами в своем прошлом, он никогда не добьется ни успехов, ни нормальных результатов в своей жизни. Подумайте, прежде чем вдруг кому-то что-то где-то доказывать. Это относится и к тем людям, которые, приходя на канал, неважно, ко мне или еще к кому-нибудь, начинают нести вот такие вот умные теоретические знания по антологии восточных иноборств, по антологии карате, кунг-фу, венчун, тайквондо, хапкидо или еще что-то. Или вот, да ты, что ты там прыгаешь, что ты там делаешь, сходи лучше, блин, на бокс, посмотри, как тебе втащат. Я не спорю, я не спорю. Могут и втащить, а могут и не втащить. Все зависит от ситуации, все зависит от моего физического состояния и от физического состояния того человека, который собирается мне втащить. Но эти комментаторы, которые приходят на канал и пишут всякую такую ерунду, к ним можно, к этим комментаторам, применить вот это высказание, отрыв от реальности. Как я сказал в начале видео, люди читают книжки по теории карате, тайквондо, кунг-фу, хапкидо, бокс, дзюдо, самбо, смотрят картинки, пытаются что-то сделать перед зеркалом. У них это получается, по их мнению, и они считают себя действительно умными знатоками восточных единоборств. Хотя по факту они никто. Писать можно все, что угодно, особенно если ты читаешь какой-то материал в интернете, ты просто копируешь оттуда цитату и переносишь ее в виде своего собственного комментария, видоизменив некоторые слова или некоторые выражения. И потом доказываешь автору канала, автору видеоролика, что это именно твой материал, что это именно твое, что это твои мысли, что это твои доводы, потому что ты 500 лет подряд занимался тем же самым карате. И как один когда-то утверждал, сцепившись со мной, у меня же на канале, как один утверждал, да из-за меня играли гимн страны на соревнованиях. Я ему тогда сразу сказал, слышишь, дружок, во-первых, из-за тебя может произойти какой-то несчастный случай, какое-то происшествие. А гимн страны играют не из-за тебя, а в твою честь. Запомни это. Если уж ты где-то на каких-то соревнованиях выступал и что-то где-то применял, и что-то где-то выигрывал, не из-за тебя, а в твою честь. Но раз ты говоришь, что из-за тебя, то извини, покажи свои дипломы, покажи свои медали, покажи, докажи. Человек обсыпался в трусы и больше не появлялся у меня на канале. Точно так же я могу сказать о любом комментаторе, который приходит даже ко мне на канал и начинает нести всякое, извините, гуана по поводу того, что я, к примеру, это не делаю так, я должен это так, стою не так, двигаюсь не так. Да ради бога. Я не претендую на то, чтобы мои движения были эталоном в каком-то восточном единоборстве или в какой-то технике поведения, технике или исполнении комбинаций. Я не претендую на то, чтобы они были эталоном, но я показываю то, что я знаю. А если вам что-то не нравится, приходите, снимаете свое видео, показываете ссылочку на ваш канал. Вот, посмотри, как это нужно делать правильно. И если действительно у тебя получается это правильно, если действительно у тебя получается лучше, чем у меня, без проблем. Любая критика приветствуется всегда. Но критиканство, особенно вот этот троллинг или, как вот, будем говорить так, отрыв от реальности, это, ну, фу, у людей не хватает просто-напросто интеллекта на то, чтобы действительно здраво рассуждать на какие-то темы, касательно даже тем восточных единоборств. Поэтому вот так вот, именно вот так, все, что я говорю, я говорю от себя, я говорю по своим знаниям, я говорю по своему опыту. Я никогда, если где-то, допустим, оставляю на ютубе какой-то комментарий под каким-либо видео, я не делаю так, как делают другие комментаторы. То есть, влезают в интернете в какую-то книжку по восточным единоборствам, копируют оттуда и вкладывают этот якобы свой комментарий. Нет, я всегда говорю от себя, так как я это вижу. Ну, и поэтому у меня на канале столько подписчиков. Делайте выводы, смотрите, какая разница, если просто клепать цитаты с одного места в другое, или говорить своими словами, показывать свою точку зрения, доказывать свою точку зрения, или соглашаться или нет с критикой, которая высказывается в ваш адрес. Вот и все, что я хотел сказать по теме отрыва от реальности. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой нормальный комментарий. С вами был я, Владимир Козырчук, автор канала Old Dutchman. Всем удачи, всем того же, чего вы и мне желаете. Всем пока.